Утверждены новые требования к организации детских автобусных перевозок. Правительство установило новые требования к организации детских перевозок автобусами, как непосредственно к организаторам, так и к сопровождающим лицами-перевозчикам. Постановление подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. Фото, Антон Денисов, слешрия новости. Сегодня в стране каждый день в среднем осуществляется около 1300 организованных перевозок детей. Новые правила, с одной стороны, упрощают их организацию на коротких маршрутах, в городах и пригороде. В частности, пояснил вице-премьер Максим Акимов на совещании у председателя правительства, организаторы смогут уведомлять госавтоинспекцию не за двое суток до поездки, а за 24 часа сокращается объем маршрутных документов. В следующем году заработает приложение, где можно будет не только заказать поездку, но и узнать квалификацию водителя, состояние транспортного средства, рассказал он. Минпросвещение поддержало законопроект о горячем питании школьников. С другой стороны, вводится ряд новых обязательных требований для обеспечения безопасности детей. «Самое главное мы вводим обязательное требование по ремням безопасности», – заявил зампред правительства. До сих пор такое требование существовало только для международных перевозок, что странно. Теперь все перевозки без исключения будут осуществляться с обязательным оснащением ремнями безопасности. Сопровождающие группы взрослые будут нести ответственность за то, чтобы все дети были пристегнуты. Акимов привел данные статистики, по которым за 8 месяцев 2019 года в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 611 детей, 508 не были пристегнуты. В прошлом году насчитали всего 4 ДТП с летальными исходами для детей, трое ехали с непристегнутыми ремнями безопасности. «Надеемся, что это постановление, жесткое соблюдение правил и контроль за их соблюдением позволит печальную статистику обнулить», – сказал вице-премьер. «Она с каждым годом улучшается, но мы хотим выйти на значимый общественный результат. Взрослые, сопровождающие группы, будут нести ответственность за то, чтобы все дети были пристегнуты. Надо только, чтобы это все соблюдалось», – подчеркнул Дмитрий Медведев. «Надо, чтобы произошло реальное оснащение автобусов средствами безопасности, чтобы можно было пристегиваться и чтобы за этим следили и сами перевозчики, и сопровождающие». Кабмин «Зеленый свет» Россия присоединилась к Парижскому соглашению по климату. К 2030 году в столице не останется автобусов на ископаемом топливе. Меры для решения экологических проблем страны Кабинет министров собрал в соответствующем национальном проекте. Теперь ему предстоит учесть международные обязательства, направленные на сокращение объема выбросов парниковых газов. Базовым станет закон о государственном регулировании выбросов парниковых газов. Его проект, сообщил вице-премьер Алексей Гордеев, уже разработан Министерством экономического развития. «Планируем его принять в течение года», – озвучил он сроки. Россия сегодня занимает четвертое место по объему выбросов углекислого газа, и правительству придется учитывать интересы национальной экономики при формулировании мер регулирования. По словам Гордеева, до конца года должен быть подготовлен проект стратегии долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Также идет работа над проектом национального плана адаптации российской экономики к неблагоприятным изменениям климата. «Документы, сомнений нет, мы примем», – заявил Дмитрий Медведев. «Самое главное, чтобы сама экономика была нацелена на исполнение соответствующих требований Парижского соглашения. Производства должны развиваться, внедряя новые технологии и проектные решения. То, что связано с так называемой низкоуглеродной экономикой, или зеленой экономикой, это все и важно, и полезно, но требует довольно значительных инвестиций, поэтому эта проблема в достаточной степени еще и с нашим экономическим развитием связана», – указал премьер. В тексте самого постановления правительство отметило, что Россия считает неприемлемым использование соглашения и его механизмов как инструмента создания барьеров для устойчивого социально-экономического развития участников Рамочной конвенции и Организации объединенных наций об изменении климата от 9 мая 1992 года.